Такое ощущение, как будто бы я всё-таки что-то забыл. Так, подарки я положил, телефон свой положил, картошка, морковь, всё на месте. Ноутбук, точно, я забыл ноутбук, я его специально вот сюда положил на видное место и чуть не забыл. Как такое может быть вообще? Так, ладно, я его пока что тогда уже всё возьму с собой. Дверь я закрываю на ключ, потому что я пока что не знаю, когда приеду. И, друзья, приём-приём, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня я отправляюсь в гости к своему дедушке в Майнкрафте. Он живёт недалеко от третьей деревни жителей, но всё равно это достаточно далеко. Сегодня я подготовил для него подарки, вы сегодня все увидите. И, конечно же, сегодня я хочу, когда приеду, немножечко своего деда разыграть. Но ты, кстати, прямо сейчас пока что поставь лайк, если любишь и скучаешь по своим бабушкам и дедушкам. И напиши в комментариях, если собираешься к ним скоро, либо, возможно, летом поехать в гости. Меня, например, на всё лето всегда оставляли в деревне, я там проводил огромное количество времени. И, конечно, жми на кнопку подписаться. Ладно. Так, давай собираться, потому что дорога предстоит дальняя, но я думаю то, что за сегодня я всё-таки доеду. Так, рюкзак беру. Так, в общем, смотрите, друзья, я сегодня решил подарить деду новый телефон, бензопилу и новые колёса для его ласточки. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну и, конечно, я ему купил картошку, морковь. Правда, он любит всё это дело сам выращивать и говорит то, что, типа, ну, магазинное, но всё это не настоящее. И выращивает сам огромные, там, не знаю, гектары, огромные поля всяких овощей. В общем, ладно, вы это всё сейчас увидите. Я выдвигаюсь и вернусь, как только уже доеду до деда. Итак, я уже приехал. Машину я ставлю в лесу для того, чтобы дед вначале не видел то, что я уже нахожусь здесь. Ну что, здесь нам нужно немножечко пройтись пешком. Его дом находится прямо вот за этим холмом на берегу вот этой реки. Так, вон, смотрите, смотрите, отсюда уже немножечко даже видно. Вон он, синего цвета такой. Офигеть, конечно. Такая ностальгия, потому что я столько времени раньше, когда меня отвозили, проводил здесь. Именно вот здесь, вот на берегу вот этой реки. Тогда ещё ни деревень, вот этих жителей не было вообще ничего. Так, давайте посмотрим повнимательнее. Вижу грядку, вижу вот этот палисадник, который прямо перед домом находится. У кого, кстати, в деревне, у бабушек, у дедушек тоже перед домом растут цветы вот за таким забором. Так, баня деда. Так, офигеть, всё точно так же, прямо один в один осталось. Ладно, пойдёмте попробуем подойти ещё поближе. Посмотрим, находится ли он сейчас дома. Главное, только не спалиться, иначе весь сюрприз, всё полностью обломается. Картошка у него тут, как всегда. Очень много картошки. Так, давайте вот так за цветами спрячемся. Так, о, тихо, 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 тихо. Он прямо сюда в окно, короче, смотрит. Так, 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 давайте вот так через цветы. Ну-ка, стойте. Нет, давайте я даже вот так спущусь, потому что он как будто бы, знаете, у него что, чуйка какая-то, что ли? Он чувствует прямо, что это? Ой, то что ж такое-то? Ребят, вы это видите, да? Он прямо в окно в этот момент смотрит. Как такое может быть? Вон он, вон он, глаз торчит. Ладно, пускай смотрит. Он, скорее всего, меня даже и не заметил, потому что, ну, как-никак, годы уже там зрение подсело, я думаю. Так, ладно, короче. Давайте попробуем постучать в дверь и посмотрим на его реакцию. Так, поехали. И отбегаем. Давайте мы сюда вот отбегаем, куда-нибудь за баню спрячемся. Так, ну-ка. Это что такое только что? Это показалось, наверное. Дед, не показалось, выходи из дома, стучал кто-то реально. Нет, ребят, походу, знаете, погромче надо стучать, ему показалось, что это ему показалось. Давайте сейчас посмотрим, что он возле двери нигде не стоит. Так, где он? Он там на кухне, вон. Ха, вон, смотрите, а всё, он отвернулся, кстати. А он в сторону двери и смотрит. Он думает, правда это или нет, то, что кто-то стучал. Ладно, давайте ещё раз. Да что такое? Ну, на этот раз мне точно не показалось. Надо посмотреть, кто там хулиганит. А ну, хулиганы, давайте, выходите. Кто там стучит, хулиганит? Так, ребят, сработало. Он вышел на улицу. Так, давайте отсюда посмотрим. Вон он, вон он стоит. Надо было фотоаппарат взять, я что-то забыл про это. Можно было бы пофоткать его. Да, давно такого не было. Либо это со мной уже что-то непонятное происходит. Ладно, ребят, короче, я предлагаю деда всё-таки не пугать, а то подумать, что это у него в голове где-то стучит. Пойдёмте подойдём всё-таки к нему и поздороваемся, уж наконец-таки. Ну-ка, только давайте сделаем это так. Дед, я здесь! Ой ты, это кто? Дед, здесь я возле бани! Ой, внучок Шедичка приехал, ну здравствуй! Привет, дед, ты как? Да нормально, представляешь, кто-то ходит, вот в дверь стучит. Погоди, это ты что ли был? Да, да, дед, это я был. Извини то, что если я тебя напугал как-то. Да ты, я тебе сейчас как под затыльника дам... Ты совсем что ли? Я уж подумал то, что у меня крыша поехала что ли. Ладно, пойдём домой скорее, я как раз только что покушать приготовил. Заходи. Давно ты в гости не приезжал. Да, дед, согласен. Извини то, что так получилось. Прям... Давай мы тебе знаешь что? Я что приехал? Я ноутбук с собой привёз. Мы тебе сейчас интернет в доме проведём, всё сделаем и будем с тобой часто по видеосвязи созваниваться. Кого? Кого проведёшь? Не надо мне тут чужих никого приводить, ты чё? Так не чужих, дед, интернет, это то, с помощью чего можно там... Ну, ноутбук открываешь, вот у меня он есть, и можешь любую информацию в интернете найти. Можешь программу поставить, и мы с тобой друг друга видеть будем через вот ноутбук. Никакой мне этот пук не надо. У меня тут в лесу хорошо свежий воздух. Ладно, дед, я тебе потом объясню, если что. Фух, ладно, я очень наелся. В общем, это очень большая порция была. Спасибо за то, что покушать наложил. Фух, слушай, у меня для тебя на самом деле подарки есть. Подарки? Ой, ну давай посмотрим. Да, давай, смотри. Ой, погоди. Слушай, дед, ты чё, тот вертолётик сохранил, что ли, когда, ну, летом я постоянно приезжал? Я помню, вы мне его подарили. Ну, конечно, я же не буду его выкидывать, ты чего? Хм, да, и вправду, и кровати эти, капец, какая ностальгия. Я помню, когда мы вот, я утром, вернее, не утром, а я, в принципе, спал вот здесь, на этой кровати, и я утром просыпался, и всегда вот, когда просыпался, вот так вставал, и пока что сидел, просыпался вот на этом месте, смотрел в окно, и там дед постоянно что-то делал. Помнишь, дед? Да, помню, вот это времена были. Да, правда, давно уже было. Ладно, дед, смотри, короче, первый подарок. Так, вставай, вот, держи в руке телефон. Ага, так, готово. Вот, смотри, короче, тут кнопок нет. Экран сенсорный. О, так, ну, о, ничего себе. Ладно, понятно. И чё, как тут позвонить кому-нибудь? Смотри, короче, вон там кнопочка есть зеленая, нажимай туда с трубкой, вот, и там найди и шеди, это я буду. И нажми потом на зеленую трубку еще раз, и ты мне будешь, ну, короче, позвонишь мне. Так, вот, так, вот, так, вот, давай, так, опа, нажал. О, видишь, звонят. Ой, да ответить надо, алло. Где ты мне звонишь, ковыкой ответить? Погоди, сейчас я безумечный поставил. Сейчас я отойду, отвечу, и это, ты будешь меня слышать, окей? О, давай. Так, сейчас дед не дает. Так, ладно, сейчас я безумечный режим врубаю еще раз, так. Вот он, так. Алло, дед, слышно меня? О, да слышно. Ну вот, отлично, видишь, теперь хотя бы, короче, на этом телефоне можно будет по видеосвязи звонить. Но это я тебе чуть-чуть попозже еще объясню. О, ладно, давай. А чё, как выключить-то? О, всё, я выключил. Ну и штуку мне подарил. Какой у меня еще телефон? Какая видеосвязь вообще? Дед, я тебя слышу. Ой, отличный подарок, отличный. Ладно, давай, пока. Капец, конечно, дед, я не знаю. Ладно. Дед, короче, ищи этот. Это я только первый подарок. У меня для тебя еще есть кое-что. Погоди, ты не хочешь в баньку сходить? Я думаю, тебе понравится. Слушай, дед, я вообще, честно говоря, никогда особо бань не любил. А, ну как хочешь. А вот, кстати... Фух, слушай, чё-то я как-то переел, походу. Туалет у тебя где находится? Ну, на улице так же. Вот туалет я бы сейчас сгонял, дед. Сейчас я приду, сейчас я быстрый. Второй подарок уже скоро будет. Всё, сейчас я буду. Фух, 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 чё-то ребят у меня подпорно прям очень сильно на самом деле. Ай, господи, что это такое? Дед, дед, сюда иди скорее. Чё за фигня? Это подстава какая-то чешуйница дурацкая. На тебе, получай. Последнее осталось. Дед, вытащи меня отсюда, помоги. О, походу кому-то придется в баньку. Всё-таки сходить. Дед, нет. Ну ладно, тогда сиди там. Ладно, я согласен, я согласен. Хорошо, только вытащи меня отсюда из этой фигни. Да не дрейф, ты там всё претенцифицированно. Я только вчера уборку делал. Ладно, дед, давай, лестницу скидывай. А ты чё, не пойдёшь, что ли? Ай, да нет, там, чё-то это... Да вот я ходил утром сегодня. Ладно, дед, давай. Фух. Так, переодеться только надо, конечно. Так, вот в такой прикид. Ой, я, я вот вообще никогда баню просто вот не любил. Я не знаю, я вот, я вот лично не понимал. У меня вот все, кто вот все есть знакомые, друзья, родня, они все вот эту баню любят. Типа заходишь, чё-то паришься, потеешь. Я вот это никогда не любил. Но что не делаешь ради деда? О, он в окно смотрит. Дед, а ты чё там смотришь? О, кстати, стой, дед, погоди. Я это выложить вещи забыл. Сейчас я... Не понял. Дед, чё за дела? Ага. Вот давай посидишь, попаришься. Там хорошенечко пропотеешь. Уже забыл, наверное, что это такое вообще. Дед, не надо. Открой дверь, пожалуйста. Я ж тут помру сейчас. Тут жарича. Я не знаю градусов. Я не знаю, сколько уже. Больше ста, наверное. Открой, дед. Нормально. Это вот вы там привыкли в свои души ходить и так далее. Вот вспомнишь, что это такое? Нет, ребята, только не это. Фух. Только не это, только не это. Слушай, дед, у меня чё-то в глазах уже плыть начинает. Это вообще не смешно на самом деле. Слышишь? Открывай давай. О, ребята. Чё-то у меня, правда, прям в глазах плывёт. Чё-то не по себе. Я, наверное, пока что полежу. Тем более снизу, как всегда, ну, вернее, снизу холодный воздух собирается. Сверху всегда самый тёплый. Так что сейчас всё будет нормально. О, в глазах прям плывёт. Помогите. Да о, ну, наконец-то очнулся. Давай вставай уже. О, дед, ты чё, зачем ты так сделал? Ты с ума что ли сошёл совсем? Я реально там чуть не задохнулся. Там дышать вообще нечем было. Там жарища такая. О, водичка. О, как хорошо. Как хорошо всё-таки, а? Ну вот видишь, как хорошо. Да зачем только этот мазохизм какой-то с этой бани, где ты там разогреваешься, не знаю до скольких градусов, у тебя там кровь в жилах кипеть аж начинает. Чтобы потом секунду вот так поплавать. О, как же классно. В холодной водичке что ли? Ну, конечно. Так можно просто поплавать, понаслаждаться. Хотя с другой стороны, знаете, действительно прям такой кайф сейчас. Я прям вот это вот ощущаю. О, как хорошо. Фу, ну не от того, что я в бане сидел, дед, а от того, что вот просто действительно я перегрелся, походу, очень сильно. Меня там уже голова закружится начала так, что у меня как будто бы не один дед, а, не знаю, десять дедов стало. Да ладно тебе, вот зато какой результат хороший. Ну что там про подарочки-то? Ха, про подарочки, ты помнишь. Ладно, дед, пошли. Короче, следующий подарок. Ты, как у тебя с дровами в порядке? Эээ, ну, в порядке, только последнее время тяжеловато, конечно, стало топором-то мухать. Вот поэтому, дед, у меня для тебя есть супер штуковина. Это бензопила и огромное количество топлива с собой. Это тебе очень надолго хватит. Ох ты, я такое видел по чрезеру. Смотри, её, короче, берёшь и вот так заводишь, смотри. Видал? чего тут такого да нет все равно как бы некоторые вон это них вообще не получается ты прям с первого раза у тебя аж целое дерево получилось пробить да еще и грамотно так до чего грамотно там стопором вот это грамотно так это там подпиливаешь что подстукиваешь постоянно а тут лезвие под нужным углом поставил немножечко в сторону завалил и вуаля готово все ну да ты прав ладно слушай ну я рад то что тебе понравилось и да еще один последний подарок как раз для твоей ласточки ухты интересненько давай посмотрим в общем смотри я тебе выгоню машину потому что это видеть надо на самом деле то чтобы ой для того чтобы понять что я хочу сделать так где-то аккуратнее аккуратнее в сторону в сторону так вот сюда поставим давай посмотрим что там такое в общем на самом деле насколько я вижу с подарком я не прогадал и я тебе купил супер крутые диски посмотри какие и резина новая у а где у тебя ключ дверь на сундуке лежит так давай мы сейчас возьмем и я тебе поменяю все колеса смотри сейчас мы посмотрим как тачка будет выглядеть с этими колесами во посмотри ты видал это плюс 50 лошадиных сил у тебя точно будет вот это вот мне нравится вот это четко вообще ха да дед дед вообще современный на самом деле даде слушай вот это я понимаю слушай а чё ты будешь со старыми колесами делать да не знаю может быть да да иду чем заняться ладно я пока я у себя подержу так ключа тогда на место кладу вот так давайте вот так вот даже так со стороны интереса посмотреть ну-ка 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 вот это я понимаю вот теперь у тебя . вид имеет конечно да мне тоже нравится спасибо внучок и да кстати те точно еще подарок я тебе купил огромное количество моркови и картошки часа тебе в холодильник пойду отнесу сразу да какая морковь я свое выращиваю это все синтетика вот эти вот там магазинах продают а чего мне это ничего не надо вообще дед как не надо вообще ты ты там вот до своей ферме постоянно там бегаешь мне кажется тебе как раз таки надо кстати вот если хочешь помочь давай-ка у меня вот там в этом на веранде одежда лежит фермерская надевай и помоги мне картоху вскопать ну ладно дед ладно я не буду все таки деду отказывать пускай короче ладно есть бы нравится заниматься всем этим принципе пускай занимается вот это вот одежда а теперь ты тоже хотя бы вид имеешь это ходишь каком-то тряпье непонятном так где давай уже все короче хорош ладно короче помогу не понимаю он реально типа тут это выращивает сидеть я картошку продавать надо мне кажется вот тогда вот я понимаю зачем и тогда выращивать и и продавать начнешь вот действительно полезно будет хорошо кстати идея вот это дельная смысле то на самом деле то что я раньше ты не думал об этом и вот не знаю сколько лет уже выращивать а картошки триллион уже собрался ты чё-то об этом никогда не думал о ну ладно так ладно друзья что же я наверно буду на этом заканчивать я сейчас все таки помогу деду до собирать картошку и вот такой сегодня получился дед давненько я у него не был соскучился надеюсь что вам понравилось мне очень понравилось ну а на связи был шеди мэн всем удачи хорошее настроение не болейте увидимся услышимся в следующем ролике всем пока пока